Здравствуйте, дорогие друзья! Новости с каббалистом Михаилом Вальконовым. Добрый день! Многочисленные исследования, я, честно говоря, не понимаю, для чего их делают, говорят о том, что футбол становится самой крутой религией. 60-70% болельщиков считают это действительно религией профессиональный футбол. Чтобы только войти туда в болельщики, ты должен знать песни, ты должен знать, как стоять, как двигаться, как реагировать. Для тебя вот пишут, поле становится духовным домом. Испытываются экстраординарные эмоции, которых ты не испытываешь никогда. Еще что они говорят? Они говорят, что здесь миллионер обнимается с тем, у кого пособие. Здесь мы становимся равными на этом поле. Они не продолжают, что они против кого-то, там еще другие болельщики существуют. Но в принципе, это становится главной религией. Говорят, даже становится опорой для семьи. Здесь встречаются дедушки, папы, дети, которые не встречаются в жизни, в других местах, как на футбольном поле. Вы можете вообще соединить вот эту религию как таковую? Религия – это один к одному. Потому что это поклонение чему-то вот такому вот, любому башку. Это в виде игрока, или это в виде команды, или это в виде нашего выигрыша. Мы, мое я, наше эго становится в центре. И что это очень объединяет, действительно объединяет там и миллионера, и бедного, и всех остальных, конечно. Это несомненно. Но дело в том, что это все одновременно с этим опускает людей. То есть? То есть здесь нет внутреннего благородства. Вот в чем дело. Вот мы видим, что это сразу же начинает размениваться на деньги. Это уходит от идеала, от чего-то высшего, от чего-то особенного. Это сразу же я куплю, а ты продай, и так далее. Тот-то, элизаторы, всякие. То есть те же болельщики? Наркотики, все, что хочешь, подкуп и все прочее. Лишено идеала. Чем это сменится, интересно? Это сменится пустотой. Что придет за пустотой? За пустотой придет вопрос о смысле жизни. Потому что и футбол нас не наполняет, все заканчивается. Что может быть неизменным, несменным? Наш эгоизм растет, он потребует от нас вот такого кумира. Несменного? Да. Что это будет? То, что выше нашей жизни. Что это? Это высшее существование, высшая сила, высший мир. Я надеюсь, что человечество очень быстро это осознает. Побольше было бы футбольных матчей и вот таких вот раскрытий этого истинного зла, ничтожности, того, что есть в этом, а не величия и какой-то особой ценности. Будем надеяться на то, что у нас будут хорошие игры, настоящие, когда мы будем соревноваться за то, чтобы кто сблизится, чья игра, чье выступление победит в том, чтобы люди сблизились друг с другом. Субтитры создавал DimaTorzok